Всем привет! В этом видео я хотел рассказать о таком способе реализации роутов во Flask, как в терминологии Flask они называются Plugable Views. В отличие от тех роутов функций, которые я использовал до сих пор, как здесь. Например, можно писать этот же код, играющий роль роутов в виде классов на Python. Это имеет ряд преимуществ по сравнению с роутами функциями. Например, вы можете создать базовый класс для всех ваших View, определить в нем некоторый базовый функционал. Например, здесь есть Error Handler, который присутствует в каждом файле Views.py. Это приводит к дублированию кода, что не очень хорошо с точки зрения правил программирования не повторять свой код или dry. Как это сделать? Я сейчас покажу на конкретном примере. Вначале я создам файл BaseView.py в корне пакета с приложением. Свой класс я буду наследовать от некого базового класса. Подходящий базовый класс для реализации Plugable View есть у Flask. Он называется MethodView. Но поскольку я использую Flask.Epic, я буду использовать версию этого же MethodView с некоторым дополнительным функционалом, который позволяет лучше интегрировать Plugable Views от Flask с расширением Flask.Epic. Этот базовый класс называется MethodResource и импортируется следующим образом. From Flask.Epic.Views.Import.Method.Resource. После чего я просто определяю свой класс BaseView и наследую его от импортированного. Здесь я определю два вспомогательных метода, которые будут присутствовать во всех моих Views, которые я буду наследовать от базового. Это, во-первых, метод Register для регистрации Blueprint и для регистрации этого роута, чтобы на нем автоматически сгенерировалась в агридокументация. В качестве аргументов метод принимает Blueprint. Blueprint. Это переменная, куда я передам экземпиар в классе Blueprint. Это переменная, куда я передам экземпиар в классе Blueprint. У Blueprint. У Blueprint я использую метод AddUrlRule. Blueprint. В который передам URL. А также имя. Затем мне нужно зарегистрировать ErrorHendler. чтобы он присутствовал по умолчанию во всех Views, куда я передаю под ошибки и метод, который мне еще нужно определить в этом G-классе. Обственно, метод ErrorHendler. В последнюю очередь я подключаю свой гердокументацию. Метод ErrorHendler. Теперь я определю метод HandleError, который будет StaticMethod. И сюда мне нужно просто перенести код из любого ErrorHendler, который у меня уже есть. Поехали. 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 Да, здесь я забыл показать, что это именованный аргумент. Базовый класс готов. Теперь можно создать несколько роутов с использованием этого класса. Например, мне нужен роут профиля юзера. Я импортирую сюда базовый класс. И создаю класс View для профиля. В этом классе я определю метод get, обрабатывающий get-запрос. Базовый механизм прологии На трог Γιαе На трог . Вот который я Продолжение следует... 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 Теперь в самом низу я вызываю этот регистер, высо-профайл-вью, в который я передаю свой выбринт, применый dos, url, и имя онпоинта, который будет профайл-вью. Теперь можно проверить как это работает. Сейчас я запущу сервер, чтобы создать базу данных со схемой таблиц. Играет музыка. Играет музыка. И вот мы видим, что отработал, у нас в плаве был вилл, и вернул данные юзера, в том числе пустой массив, принадлежащих ему видео. Теперь я хочу создать еще один вилл класс, который будет возвращать список видео, но не только список пользователей, а всех видео, которые есть в базе. Допустим, это какая-то общедоступная страница, где есть весь контент. Для этого я основная картируюсь на base view. Играет музыка. Зим. Играет музыка. Продолжение следует... 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 в общем получился вот такой функционал на этом все ставьте лайк подписывайтесь нажимайте на колокольчик если вы хотите увидеть больше контента по программированию на пальцем от меня заходите на дискорд канал twitch где провожу стримы все ссылки доступны в описании пока